Дружелюбным соседом я был, насекомым противным проснул, по ночам свои петли сплетаю, по всем крышам сейчас и летаю. Тук-тук-тук, я Человек-паук, тук-тук. Всем привет, ребята! Сегодня я вас научу лазить по стенкам в Ламбер Тайкон 2, как настоящий Человеки-пауки. И вдобавок ко всему, мы при помощи этой способности достанем с вами зеленую коробку, которая сокрыта от нас на вулкане. Сперва нам необходимо забежать в магазинчик и купить любой топор, который нам не жалко будет потерять. Теперь направляемся на вулкан. Ну вот мы и приехали. Здесь мы спрыгиваем и бежим вниз по вулкану. Внизу вулкана нам необходимо найти вот такой вот угол. Это стык, соединяющий гору. Теперь нам необходимо переключиться на вид от первого лица. Подбежать вплотную к этому уголку и вновь переключить камеру от третьего лица. Развернуть камеру на 180 градусов и приблизить снова к первому лицу. Вуаля! И мы оказались внутри вулкана. Это полое пространство внутри вулкана. Здесь можно бродить, ходить, рубить деревья, но вынести отсюда деревья не получится никаким образом. Но зато через это место мы сможем достать нашу зеленую коробочку. Для этого нам понадобится небольшая ветка дерева. Хватаем ее и несем вон к той стенке. Теперь нам необходимо включить функцию Shift-Lock-Switch. Эта функция блокирует наш курсор и делает его как на мобильных устройствах. Когда все активировали, нажимаем на левый Shift и у нас активируется Shift-Lock. Далее нам необходимо взять нашу деревяшку таким образом, чтобы курсор захватил ее за ребро. По крайней мере сделать это как можно поближе к ребру. Устанавливаем камеру вот по таким углам и с разбегу просто набегаем на эту деревяшку и ползем как по лесенке, куда нам захочется. Сразу скажу, что этот метод требует тренировки и он нифига не такой простой, как кажется на видео. И вдобавок ко всему 50% вероятность того, что когда вы доберетесь до вершины, вы скорее всего свалитесь, либо вы потеряете деревяшку. Как получилось это в принципе сейчас у меня. Но в других 50% случаев вы не только взберетесь на вершину, но и сохраните свою деревяшку, которая позволит вам забраться еще куда-нибудь повыше. Ну вот, самая сложная часть уже позади. Осталось только спускаться вниз. Кстати, на своих пробах и ошибках я выявил, что лучше всего вскарабкиваться вот с такими вот небольшими деревяшками. Будьте внимательны, когда вы отсюда спрыгнете, на вас будет действовать жар вулкана, поэтому сразу же бегите вот к этому углу. Здесь он до вас не доберется и ваше здоровье останется в целости. Ну что, попаркурим немножечко. Вот с этого места мы начинаем бежать к обрыву и прыгаем прямо вот сюда. Именно на левый уголочек, не на правый, потому что если вы прыгнете на правый, вы точно угодите в лаву. Теперь, прижимаясь с левой стенки, бежим вдоль нее. Где-то здесь, в этой тьме кромежной, должна быть небольшая щель. Ага, вот она. Именно она и приведет нас к зеленой коробочке. А вот и сама зеленая коробка. Но не стоит расслабляться, потому что жар вулкана продолжает нас убивать. Поэтому посмотрели на коробочку, хватаем ее, и можно со спокойной душой делать ресет. Ну или спрыгнуть в лаву. Твой успех отмечен. О, спасибочки. Ну все, я тогда пошел. Я валю отсюда. Кавабунга! Меня, пожалуйста, прожарить, но не до конца. Ну что, господа. Надеюсь, вам эта информация была полезна. А если так, то с вас лайк, комментарий и подписка, если вы еще не подписаны. Вам спасибо за просмотр. Всем удачки. И до новых встреч. Пока-пока. Прожелудным соседом я был. Насекомым противным проснул. По ночам свои петли сплетаю. По всем крышам сейчас и летаю. Тук-тук-тук. Я человек-паук. Тук-тук.